По данным европейского проекта ХИМСИ в Балтийском море насчитывается около 60 химических свалок, так называемых кладбищ. Около трети из 50 тысяч затопленных боеприпасов после Второй мировой войны напичканы отравляющими ядами. Самые крупные захоронения находятся около островов Барнхольм и Готланд. Для Балтии же наибольший интерес представляет Готландская впадина. Там, по разным оценкам, захоронено около 2000 тонн боеприпасов с отравляющими ядами. Они находятся всего в 65 километрах от побережья Курзума. Залежи химорожия — серьезная проблема для экологии. Это признано на уровне всех стран региона и отражено в резолюции Европарламента. Морской биолог Константин Рангс считает, что коррозия старых бомб неизбежно ведет к тому, что ядовитая начинка распространяется. Из-за этого болеют, гибнут и мутируют рыбы, растения и другие живые организмы. По его словам, снаряды времен Второй мировой буквально забиты и притом, и зарином. Это в высшей степени опасные боевые отравляющие вещества. Самая большая угроза — нельзя будет рыбу ловить в Балтике, потому что она будет отравлена, ее нельзя будет есть. А это же огромное количество людей. Понимаете, что такое, когда вам скажут, что в этом море плещутся иприт или какие-то другие вещества? Вам могут сколько угодно. Знаете, это как история с радиацией. Людям достаточно услышать слово «радиация», и они уже трепещут. И вы можете сколько угодно уверять их, что это вполне нормально, и что на пляже в Бразилии она может быть от радиации в 20 раз выше, а там все прекрасно себя чувствуют. Ученые считают, что международному сообществу необходимо создать дорожную карту по решению этой проблемы. Часть токсичных останков можно поднять и утилизировать, но какие-то, указывает геолог, лучше вообще не трогать. Чтобы не нанести окружающей среде еще больше урон. Специалисты из комиссии по защите Балтийского моря Хильком, куда входят 9 государств, регулярно отслеживают и публикуют отчеты о ситуации с экологией. По данным экспертов, в последнее время залежи химоружия вызывают больше беспокойства. Об этом нам сказал профессор Института морских исследований Клайпетского госуниверситета Сергей Оленин. Есть данные о том, что повышенное содержание мышьяка находится вот уже вокруг вот этих вот свалок, да, ртути. То, что содержалось в боевом отравляющем веществе. И это, конечно, большая проблема. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниус Сенкевичус называет яды на дне Балтики бомбой замедленного действия. Он убежден, что в ситуации с химоружием нельзя полагаться на волю случая. Если не предпринять действия сейчас, через 5-10 лет последствия для экосистемы Балтийского моря могут стать необратимыми. Недавно Еврокомиссия разработала долгосрочную стратегию по решению этой проблемы. Опасные объекты можно утилизировать с помощью новых специальных технологий. Но часть из них нужно поднять со дна. Нужно лишь четко определить, какие именно. Поднимать останки боеприпасов или держать их в морской пучине. Это главный вопрос и предмет споров между учеными, экоактивистами и политиками. С одной стороны, по мнению специалистов, оставлять гнилые снаряды на дне нежелательно. С другой, риски залповых выбросов, то есть отравления воды ядами при подъеме бомб на сушу, также довольно велики. Биолог Сергей Оленин предлагает компромиссное решение. Когда раздаются призывы его убрать это химическое оружие, тут надо понимать, что нужно иметь технические средства для этого. То есть его просто так какой-то там драгой поднять, начерпателем и положить на палубу судно, это так не получится. Еще хуже будет, что оно начнет разваливаться, смешиваться еще с водой, пока его будут поднимать. Именно поэтому, говорит ученый, нужны совсем другие технологии, например, подводные роботы. По его словам, в теории они могли бы на дне поместить оружие в капсулы, после чего его можно было бы поднять и утилизировать. Денис Кишиневский, ОТО Айлтс, Настоящее время, Балтия.